Это было много лет назад. Корабли Колумба находились в нескольких милях от берега и был полный штиль уже много дней. Я представляю, как было на корабле. Представьте, берег виден, но ты к нему приплыть не можешь. И окончить путешествие было никак невозможно. Корабли стояли и началась жажда на кораблях, а доплыть нет никакой возможности. Корабля парусные и ветра нет. Начали передавать сигналы корабли друг к другу и потом на берег. Дайте нам воды, мы умираем от жажды. С берега пришел сигнал, бросьте ваши ведра глубже. Забросили ведра, подняли. Океанская вода, ее пить невозможно. Снова сигнал, дайте воды, мы умираем от жажды. Снова сигнал с берега, забросьте ведра глубже. Это действительная история. И когда привязали ведра на длинные шесты и забросили глубже и подняли эти ведра, то подняли чистую пресную воду. Потом им объяснили, когда нет шторма, шторм перемешивает воду. А когда шторма нет, тогда река, вторгаясь в океан, и пресная вода немного тяжелее, она уходит глубже, а соленая остается выше. Таким образом, начерпали воды и напились. Но мне нравится эта фраза. Черпайте глубже. На поверхности это мертвое. В глубине может скрываться жизнь. Это справедливое по отношению к Священному Писанию и глубина нашей молитвенной жизни и хождение с Господом. Сегодня очень много поверхностности. Я думаю, что это бич нашего времени. Поверхностность убивает духовную жизнь. Я прочитаю один стих из Священного Писания, и я некоторые слова опущу, чтобы вы еще раз внимательно вспомнили очень важное место. Речь идет о слышащих Слово. Вы помните эту притчу? Я прочитаю об одной почве, и там есть одна очень важная фраза на сегодняшний момент. Слушаем. Кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его. Когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. Два слова «тотчас» – тотчас принимает с радостью, а когда настает скорбь или гонение, тотчас соблазняется и уходит от Христа. А теперь давайте вспомним, а какова причина? Что в этой почве не так? Вы вспомнили? И вот 21 стих – это Матфея, 13 глава, 21 стих. «Но не имеет в себе корня и не постоянен». Вот главная причина. Можно принимать Слово и с радостью, и тотчас, но не имея в себе корня и непостоянства, допуская в жизни, непостоянства в служении, непостоянства в посещении собраний, в личной жизни, непостоянно читаем, непостоянно молимся, непостоянно посещение спевок и сыгрывок, и об этом тоже забота и руководители есть, посещают, но не постоянно. Это свидетельствует о том, что корня нет. Нет корня. А если нет корня, когда настанет скорбь, а она настанет, когда настанет гонение за Слово, а они могут настать, тотчас соблазняется и уходит. Я проверяю свое сердце. В первую очередь я сегодня в свое сердце заглядываю. Господи, соделай мое сердце постоянным и укорени меня на сегодняшний день. Мы находились во Флориде. Мы проезжали по местам, где прошел ураган. Мы видели деревья поваленные, целыми полосами поваленные деревья. Многие сломаны, верхушки сломаны. Мы спрашивали у наших братьев-сестер, которые видели, не сейчас, а еще до этого были ураганы. И они говорят, ужасный ветер, такой сильный дождь. Деревья склоняются до земли почти. Настолько сильна вот эта сила ветра стихии. Я удивляюсь, что Бог, Он просто показывает, что на сегодняшний день только просто одним ветром и дождем Он может поставить на колени вот такую страну, как Америка. Просто ветер и дождь. А если Бог даст что-то еще сильнее переносить, какая страна сегодня может быть полностью защищенной от этих всех катаклизмов? Мы проезжали и смотрели на эти деревья, но мы видели, что некоторые деревья устояли. И кажется, что самая главная причина – это корень. Те, которые упали, они неукорененны были. И они ничего не могли сделать против урагана. Что ты сделаешь? Когда ветер и шквалный, он тебя наклоняет полностью, то я представляю, что деревья из последних сил цеплялись за почву. Но если ты не укоренился во время, которое было тебе дано до этого, ничего не помогало. Вырывалось с корнем и все. До этого все хорошо росли. До этого не было видно никакой разницы. Маленькие ветра, может быть, небольшие дожди – все хорошо стоят, все цветут и пахнут. Но стоило прийти этому урагану, и он определил, кто есть кто. Несколько деревьев устояло. И вот там, где прошла особенная сила урагана, оставшихся не так было много. Кажется, что на сегодняшний день мы вступаем в эру не только ураганов физических. Они еще будут, наверное, так и синоптики говорят. И в этой стране, может быть, в других местах и цунами будут. Но самое страшное то, что мы вступаем в эру духовного урагана, который не пощадит ни Вирджинию, ни другие штаты. Пройдет ураган духовный настолько сильный и испытает дело каждого. И Бог это может допустить до нас. И нам сейчас дано время, не просто так, сейчас дано время для нас и для наших семей настолько укорениться, укорениться в первую очередь в слово и укорениться в молитвенной жизни. И вместе с семьями и с детьми настолько приложить усилия сейчас, пока дано время нам, что когда потом придет этот духовный ураган и испытает нас, пусть мы будем склоняться, пусть, ну, что угодно будет, но чтобы он нас не вырвал и чтобы мы остались в живых. Имею в виду в духовной жизни. Что для этого необходимо? Два пожелания, которые к моему сердцу, к моей церкви дорогой, к молодежи, подросткам, ко всем. Два пожелания. Давид говорит, Псалом 118, 95 стих. Он говорит так. «Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои». Новый год. Мы ожидаем от него нечто нового и хотим поправить свою духовную жизнь. Если мы обратим внимание на это с самых первых дней, и я удивляюсь, как Господь благ о нас и как Он видит это наперед, Он дает нам план, даже чтение, семейный план чтения Библии. И вот мы в нашей семье уже седьмой год читаем по четыре главы в день. Я вижу, как много благословений принесло это просто семейное чтение. Две главы утром и две главы вечером. Читает каждый, потом вечером все вместе читаем. Две главы, и каждый делится, что он нашел. У каждого из ребенка есть Библия. Каждый открывает. И мы стараемся все вместе идти. Это дисциплинирует. Это помогает. Я вижу, что Слово действует в сердцах детей. Я вижу, как это мудро, когда Господь вот так снова и снова направляет нас к углублению. К углублению, потому что Он видит будущее. Арабы, мне интересно, лопался, но свидетельство я прочитал, «Сеется семя». Арабы, они ложат тяжелые камни на молодые пальмы. Для чего? Они объясняют это так. Когда ты ложишь камень на маленькую пальму, то деревцы, начиная шататься, вот от этого непосильного груза, начинают пускать дополнительные корни. Глубже и тверже. Корней больше, и они намного глубже сидят. Дерево не вырастает выше других. Оно может быть невзрачное на вид. Оно может быть не такое высокое и красивое. Но арабы говорят, что оно приносит вдвое больше плодов. И такое дерево не вырвать. Оно углубилось, укоренилось и пустило больше и больше корней. Бог говорит, что благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Иго в юности своей. Если у кого-то сегодня скорби, переживания, трудности, то поблагодарите Господа. Хотя тяжело благодарить, но Бог мудрый через эти скорби углубляет наше общение с Ним. Одна семья говорит, женились, и Бог не давал 10 лет детей. Но это не было напрасное время. Это время они говорят, что Бог поставил нас на колени. Мы ближе к Нему стали, настолько близко. Наши молитвы изменились. Слезные молитвы стали. Сердца наши очищаться начали в это время. 10 лет. И когда Бог дал ребенка, то мы его приняли совсем по-другому. Арабы знают, что делают. Я думаю, что если мы наших детей будем больше нагружать в этом году, эти молодые деревца не сломаются. Больше нагружать заучиванием слова, чтением вместе, и на английском, и на русском. Задания давать, загадки загадывать. То есть от нас, родителей, сегодня зависит, поможем мы детям нашим, молодежи укорениться. И когда придет слово, придет испытание за слово, и придет время трудное, скорбь, эти люди тотчас не отступят. А оно, скорее всего, придет. Пусть Бог благословит, чтобы мы обратили на это внимание. Я думаю, что наши маленькие, молодые деревца будут благодарны вам. И они принесут в два раза больше плодов, потому что нужно укореняться. Это первое пожелание. Второе. Это углубление молитвенной жизни. Углубление через молитву и пост. Пост дан нам не как бремя в последнее время, а как праздник духовного человека. Пост дан семье, чтобы справляться с проблемами, охлаждением в духовной жизни. Второй год мы в нашей семье тоже используем эту практику. Я сожалею, что это было непостоянно. Я вот сейчас думаю, Господи, дай мне постоянство как отцу. Направлять прежде всего самого себя, заставлять. Просить у тебя сил, чтобы быть постоянным в этом, и чтобы моя семья была постоянна. Я видел благословения от поста и молитвы. Даже вот в нашей поездке. Мы несколько раз совершали посты, и мы видели, что собрание, которое мы подготавливаем постом и молитвой, оно проходит на много благословений. И души каются, и слово глубже работает. Это дано нам, братья и сестры, и мы не будем этим пренебрегать. У меня много друзей, и, к сожалению, общаясь с ними, я и сам за собой замечаю, что мы этим постом пренебрегаем. Наши семьи мало постятся. Мы не обращаем на это внимания. Как хочется, чтобы раз в неделю христианская семья, все дети, взрослые, имели молитву и пост. Вы помните, как в Ниневии? Не только взрослые и дети, но даже скот тогда три дня ничего не кушал и не пил. И Бог помиловал. Бог дал благословение этому городу и пощадил. Бог может пощадить эту страну и продлить еще время благодати и для наших церквей, и для этой страны, если найдутся люди, которые станут в пролом за народ его. Кому Бог сегодня говорит и призывает к этому молитвенному подвигу, я не знаю, но я знаю, что кому-то Бог говорит и кого-то Он призывает к этому служению. Это самое трудное служение, молитвенное. Предстояние за закрытыми дверями, когда никто не видит и не знает, а ты борешься с этими темными силами, плачешь пред Господом, молишь за народ его, и Бог совершает победы. Один брат рассказал мне, как Бог научил его бодрствовать в молитве и бодрствовать целую ночь. Я вчера рассказывал молодежи, мы имели вчера ночь бдения. Ночь бдения закончили в 6 часов утра. Я хочу свидетельствовать, что Бог благословил нашу молодежь. Начать этот Новый год вот с молитвы, с размышлений. Было очень много пожеланий сердечных, было много песнопений, была такая атмосфера присутствия Господа. Это я переживал сам. И спрашиваю молодежи, они были очень глубоко тронуты и очень рады, что Бог дал нам целую ночь бдения и не просто веселья какого-то, не просто пустоты, а именно такого углубленного, ну, такого присутствия с Господом. Бог касался сердец, были хорошие пожелания и песнопения, и самое главное – молитвы молодежи. Много молодежи свидетельствовало о том, как Бог благословил в этом году. И как это ободряет, когда ты слышишь много-много свидетельств от молодых братьев и сестер, которые сами переживают опыт помощи от Господа. Бог помогал в экзаменах, в трудностях, в болезнях, в разных скорбях, в путешествиях там, в Россию. И это есть личный опыт уже хождения с Богом. Будем поддерживать молодежь, чтобы этот опыт был у них. И в этом году. Поддержки и помощи от Господа. И этот брат рассказывает следующий случай. Это было во время гонений. Они были в собрании, и после собрания поехали на машине и увидели, что преследуют их уже на хвосте КГБ. Они пытались оторваться на машине, но не было возможности. Тогда брат говорит, сейчас будет поворот. Ты приостанови на повороте, я открою дверь и выкачусь, и в канаве спрячусь. А тебе ничего не сделают, потому что я проповедник. Так и сделали. Он повернул за поворот, притормозил резко, тот открыл дверь и выкатился в канаву, и затаился. Проехали машины, и брату было на сердце такое, что сейчас будут, оцеплен будет этот район и будут искать очень сильно. Он посмотрел в округ и увидел забор. Какая-то территория, наверное, какой-то завод. И было побуждение перепрыгнуть через забор и там спрятаться. И он так и сделал. Около забора лежали большие трубы, он залез в одну трубу, и там забился и затаился. И действительно послышали свистки, лай собак, говор, искали вокруг, но его не могли найти. Сообщили в завод на территорию и спустили собак. Брат понял, что это все. Собаки быстро его сейчас найдут. Эти псы, овчарки, начали бегать по всей территории, и один из псов подбежал и начал обнюхивать трубу, и вот там, где он лежал. И, наконец, идя и обнюхивая, он пришел к нему прямо нос в нос. Они встретились, пес и брат. Он лежал в трубе, прямо на выходе из трубы, а пес сел пред ним, и знаете, что он стал делать? Он начал рычать. И это рычание начало усиливаться, и брат понял, что если сейчас он не начнет молиться, то сейчас услышат рычание пса, и прибегут уже люди с оружием, и он будет схвачен. И он, склонившись, начал молиться. И вдруг он заметил, как только он начал молиться, пес замолк. Он помолился, может быть, минут 15-20, потом закончил, поднял голову, и пес начал снова рычать. Он снова склонился, начал молиться, пес замолк. И так продолжалось всю ночь, всю ночь. Только он молится, пес молчит. Только он перестает молиться, пес начинает рычать, и увеличивает свое рычание. До утра брат говорит, я изнемог. Я уже не знал, что делать, как, но я знал, что нужно продолжать молиться. В 6 утра менялась смена, и псов отозвали. Этот пес нехотя убежал. Брат помолился и думает, Господи, как же теперь мне выйти из этого завода? Бог дает ему милость и ясность, как это сделать. Он увидел людей, которые выходили, смена, был туман, и нехорошо было видно, и они в такой грязной рабочей одежде выходили и проходили через проходную. Брат помолился, и он знал, что сейчас только Господь поможет ему. Он помолился и стал последним в очередь. И вы знаете, никто не обратил внимания и даже не спросил документов. Он вышел, и он говорит, слушайте, я понял, что значит сила молитвы, и я понял, что значит бодрствовать в молитве. Он рассказывал, его друг, вернее, рассказывал эту историю нам, молодежи, и я запомнил это очень сильно. У нас есть рыкающий лев, который ходит, ища кого поглотить. И нам дана сила молитвы, чтобы нам усмирять его, противостоять ему твердой верой. И дана эта сила нам каждому, дана сила молодежи, детям. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы не пренебрегали этой силой. Пусть Господь поможет нам, чтобы в этом году мы обратили внимание на две этих благодати, которые нам даны. Углубление в Слове, углубление в молитве. И Господь поможет нам, чтобы мы корнями своими углубились в благодать Божью, в Слово, в Господа Иисуса Христа, чтобы были постоянны, постоянны в служении, постоянны в малых делах, верны в малом. И тогда Господь поможет нам устоять, когда будет и трудность. Последнее пожелание это из Даниила. Брат уже прочитал предо мною. Та же самая мысль кроется в 11 главе, 32 стих. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Усилятся – это значит укореняться. Получат дополнительные силы. В них не будет сил, но они получат от Бога. И они будут действовать в это последнее время. Мы видим, отступление, оно идет, и в этом году оно будет еще больше. Нам сказали, когда мы были во Флориде, что тысячи церквей отменили собрание в Рождество. Тысячи американских церквей, мотивируя это тем, что это семейный праздник и на собрание можно не идти. Что будет дальше, мы не можем вообразить, но события могут развиваться настолько быстро, и мы настолько быстро можем подойти к этому всеобщему отступлению, что только сила Божья может удержать нас от него. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Пусть Господь поможет, чтобы мы были таковыми, наши семьи были таковыми. Это пожелание всем нам. Пусть Бог благословит и вас, чтобы мы одними устами, одним духом прославили наше Бога в это последнее время. Помолимся Ему. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok